Энтин идёт! Не говорите! Энтин пришёл к вам! Прошли годы! Здравствуйте, Энтин! Я наконец пришёл! Ну, это счастье! Садитесь, пожалуйста! Я вообще хочу вначале вам сообщить, что меня в этом году наградили странным званием. Я чемпион мира по караоке. То есть больше всего ваших песен закачано во все эти караоке? Да, 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 в России. Вот больше всего. 108. 108 ваших. Действительно, это песни, на которых воспитано, ну, несколько поколений, и они всегда звучат. Вы знаете, вот музыка, которая становится уже народной. Вы как-то ощущаете себя таким вот народным поэтом, на самом деле? Последнее время, как ни странно, вдруг люди поняли, что вот где-то 80% песен написал я, детских песен. А вот был какой-то первый такой вот, первое стихотворение, первый ход, когда вы поняли, что, о, получилось, получилось рифма, получилось, получился образ. Это... Вы ведь не начинали как профессиональный поэт. Вот вы этому не учились, насколько я знаю. В этот офис, где я сидел, много народу, звонок, тебе звонит Гладков. Я подошел, взял трубку, он говорит, ты знаешь, ты мне дал стишки, я написал уже музыку и запел. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. И когда он допел стихи, которые я не написал, е, 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 это он сам добавил, я дослушал, сказал ему что-то такое, не помню, но я сел и написал заявление об уходе с работы. В это время мне исполнилось 33 года, а мы с Ливановым в это время уже начали сочинять сюжет, а я писал стихи и отдавал Гладкову. То есть это уже бременские музыканты, они как-то бренд жили, да? Мы, да, да, мы начали писать, но без всякого заказа, так сами для себя почти. Я так понимаю, что эти песни, они обязательно, ну, обязательный репертуар вашего фестиваля, фестиваля песен Юрия Энтина. Все-таки это моя визитная карточка. Ну да, все-таки без этих песен не денешься никуда. Вы знаете, что я вам скажу? Вы пригласили поэта, да, вот песенника Юрия Энтина. На самом деле я трижды президент. Я возглавляю международный фестиваль «Крылатые качели». «Крылатые качели». Да, я объездил 16 стран, но одновременно я президент фестиваля «Чунга-чанга». Тот фестиваль международный назывался «Крылатые качели», а этот фестиваль «Чунга-чанга». И на самом первом фестивале победителем стал мальчик по имени Витя по фамилии Белан. Значит, потом он стал почему-то Димой. Димой Беланом, да. А он был одним из первых лауреатов. Он впервые приехал в Подмосковье. Ну, вы замечательную историю рассказали про Белана, который теперь уже Дима. Вам не кажется, что вот этот ваш фестиваль, тот и другой, и зарубежный, и российский, вот мог бы быть такой стартовой площадкой для будущих исполнителей? Моя задача – распространить новую детскую песню в фестивале. Я утверждаю, что детская песня умерла, не появилась ни одной детской песни после 1983 года. Что я подразумеваю по детской песне? Я подразумеваю популярную, которую бы знала и которая была бы качественной. И все-таки, хотя вы и похоронили эту самую детскую песню, немало усилий, энергии и таланта вы употребили на то, чтобы ее возродить. И она как бы снова зазвучала, чтобы она зазвучала и на ваших фестивалях, и не только ваши такие классические хиты, но и новые песни. Вот скажите, вы же вернулись к песне? Я не стал работать ни с кем из моих композиторов, а поехал в город Кёльн, где в это время проживал и работал Давид Тухманов, и предложил ему писать детские песни. Ну, бесплатно, конечно, потому что никому они не нужны. И мы с ним сочинили 128 детских песен. Разные циклы, 7 разных циклов. Они оказались никому не нужны. Вот страна выталкивала, выталкивала. И продолжается это по сей день. По сей день, 30 лет я в какой-то степени делал попытки, ну, так или иначе, вернуть детскую песню. Нет, мне кажется, вы не правы, когда говорите, что детская песня умерла. Она, может быть, заснула на какой-то период, но сейчас она снова оживает благодаря вам. Это был Юрий Энтин в программе «Культурный обмен» на общественном телевидении России. А я, Сергей Николаевич, прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok